Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти На недавно возрожденном в российской столице автозаводе Москвич собираются выпускать пять моделей, один седан и четыре кроссовера Предварительные изображения машин попали в сеть Выглядят они, как большинство современных не очень дорогих автомобилей Уже до конца этого года предприятие планирует изготовить 600 единиц, а в 2023 минимум 50 тысяч Что касается стоимости москвичей, то официальной информации на этот счет нет По мнению экспертов, чтобы они были привлекательными для россиян, их ценник должен быть ниже популярных корейцев Hyundai и Kia, а также китайцев Havail, Jili и других Трасса 101 Ульяновский автозавод пошел по пути автоваза, исключив из списка оборудования внедорожника Патриот, подушки безопасности, АБС и другие компоненты Покупатель имеет возможность выбирать, брать машину с ними или без них От кассов подушек даст скидку в 20 тысяч рублей, от АБС — 5 тысяч Упрощенное рулевое колесо сэкономит 10 тысяч рублей Начальный ценник Патриота с механической коробкой передач в настоящее время заявлен на уровне 1 миллиона 545 тысяч рублей Трасса 101 В пятерку самых продаваемых в России новых автомобилей впервые попал китаец Havail Jolion В июне кроссовер приобрели почти 900 наших соотечественников Цены на него сейчас начинаются от 2 миллионов 29 тысяч рублей В топ-25 вошли еще две модели из Поднебесной — Jelly Cooler и Jelly Tugello Их стартовые ценники соответственно 1 миллион 880 тысяч и 3 миллиона 550 тысяч рублей Трасса 101 На электросамокаты начали устанавливать системы безопасности, характерные для автомобилей Нет, речь не о подушках, по крайней мере пока Одна из итальянских компаний запустила продажи трехколесных электрических самокатов Оснащенных камерой заднего вида, навигатором и системой предупреждения столкновений Передвигаться на таком чуде может человек весом не более 110 килограммов Максимальная скорость — 25 километров в час Запас хода — до 20 километров Минимальная стоимость самоката в переводе на рублей — около 55 тысяч Трасса 101 Зарубежные эксперты составили список неубиваемых легковушек Они еще переживут многие современные автомобили, говорится в исследовании Главное — не забывать их обслуживать Пальма первенства досталась Toyota Camry, вариант 1992 года На втором месте — Honda Accord 1989 модельного года Бронза у спорткара Volvo P1800 Один из таких авто, кстати, попал в Книгу рекордов Гиннеса Еще в 2006 году его пробег преодолел планку в 4 миллиона километров На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok